Партия Лека Крамник Лека играет белыми У него есть легкая инициатива Но у черных, конечно, должна быть достаточная контр-игра Пешка на c4 довольно сильная Поэтому Лека пробует использовать свои козыри в центре и ходит d5 Последовал ладья a3 И здесь вместо того, чтобы сделать спокойную ничью Ходил ладья a3 Черные, чтобы не допустить продвижения пешек Пешки на d6 должны ее бить И после ладья d5 позиция совершенно равная Скорее всего партия закончилась бы в ничью Тем не менее, Лека Решил, что пешки у него проходят после d6 Но эта жертва фигуры оказалась неудачной Черные сумели консолидироваться И эти пешки остановить после e6 Грозить d7 и e7 Но важный ход ладья d3 Позволяет черным поменять ладьи И после cd Важно, что на d7 Ладья d8 e7 Мы просто забираем пешку на d7 Поле e8 контролируется После e8 Король h7 У черных две лишние пешки И, конечно, совершенно выигранная позиция Не уверен, что здесь Лека не учел Вариант довольно прямолинейный После e7 Теперь белые хотят пойти d7 Но слон f5 И слон успевает перейти на d7 Белые пошли g4 Ход оказался довольно неудачным Стоило попробовать Свердить крепость После ладья f1 Слон d7 Король f2 g5, к примеру Король e3 Король g7 Мы отъедаем эту пешку И получается похожая позиция На то, что случилось в партии Но белые еще не сделали лишний ход g4 И, что более важно, ладья стоит на f1 И не дает черному королю Пересечь линию f Таким образом, после, к примеру, b6 Король d4 Ладья a8 Ладья f2 Белые просто могут стоять Потому что Допустим, h5 Король f1 Если черные попробуют Двинуть короля Тогда всегда следует ладья f8 И Черные будут серьезные проблемы Поэтому короля Двинуть нельзя Если увести ладью С восьмого ряда Допустим, на a4 То белые просто защищают эту пешку Опять-таки грозит ладья f8 Черным Здесь тяжело Предпринять что-то серьезное И, скорее всего В партии должна закончиться Ничего Несмотря на лишнюю фигуру белых Но, конечно, этот вариант Был непросто найти g4 Ход Естественный Но Минус этого хода в том Что после слона d7 Король f2 Король g8 Король e3 Король выходит на f7 И уже нет этой крепости С Отрезанием короля черных По линии f Объективно Эта позиция совершенно выиграна Для черных Но Приключения не закончились После король d3 Король f6 Король d4 b6 Прикрыли полицию 5 Лека попытался здесь Соорудить крепость С ладей на линии e Но К сожалению Для него это Далеко не крепость Ладей e2 Ладей a8 Ладей e1 g5 Ход полезный Ладей e2 Слон e8 Пока все Крамник делает грамотно Но после король c4 Ему стоило Найти Последний Важный ход В партии После короля f7 Идея такая Что Допустим Если черных Ход ладей a1 Сразу Белых появляются Какие-то шансы Владей на меншпиле После d7 Слон d7 e8 Позиция скорее всего Все равно проигранная Но Ладейные Ладейные Ншпиля Они всегда Всегда Тают в себе Некоторую опасность Для Для Страны у которых Личная пешка Поэтому Шансы у черных Здесь Велики Но Позиция еще не выиграна Поэтому Ладью двигать рано И стоило с этой идеей Пойти король Король f7 Таким образом Теперь d7 Идей не проходит Поле e8 Под контролем И Черные Уже готовы Ввести Ладью в бой Допустим После ладья e3 Пойти ладья 1 Как минимум Грозит ладья d1 А на ладья f3 Следует Король e6 Ладья f8 Король d7 Пешки белых Надежно заблокированы Шансов на победу Не остается На ничью Прошу прощения После Король c4 Стоило пойти Король f7 Но Крамник решил Привить активность Пошел ладья a4 Король b3 Ушел обратно Ладья e3 И здесь Все тот же ход Король f7 Вел к победе Ничего Кардинально не поменялось Но после b5 Довольно странного хода Который ослабляет Ослабляет Пуле c5 На которое В итоге Как мы видим И пришел белый король Позиции черных Все еще остается выигранной Но Крамник сделал Крамник сделал Несколько Очень странных Ходов подряд Ладья a1 Он пошел Король g7 Совершенно Неочевидная идея Как заметил Евгений Бореев В прямом эфире При короле g7 Очень хочется Пойти Король f6 И На король c3 Король f6 Действительно Являлась сильнее Чем ходом Поэтому король g7 Конечно идея Не ясная Мне кажется Даже крамник Ее толком Не сможет объяснить И последовал Третий ход подряд Неудачный Ладья d7 Который Позволил белым Пойти Ладья e6 И защитить Пешку d6 Поэтому Конечно Не стоило Уводить короля На g7 Теперь король f7 Висит пешка На h6 Но Стоило на это Пойти И в принципе Черные уже должны Здесь Форсировать К повторения Ходов Крамник Сыграл слон f7 Возможно Он считал Что ладья Должна уходить И тогда Мы сможем Съесть пешку На d6 Но на самом деле Король d4 Следует Естественно Ладья не висит Потому что Мы просто Проводим ферзя А после Того Как крамник Сыграл слон e8 Вместо Король c5 Последовавшим В партии Имело смысл Пойти Король e5 Неожиданно Позиция белых Из безнадежной Становится Выигранной Потому что У них появляется План ладья f6 И ладья идет На f8 Пешки Останавливать не удастся Черные должны Здесь проиграть Что конечно Было бы Серьезным ударом По Настроению Крамника Но С другой стороны Наверное Он не заслужил Выиграть эту партию Так как После 50 Хода Ладей 3 Он Сделал 1 2 3 4 5 Неудачных Ходов Подряд Конечно Если ты делаешь 5 неудачных Ходов Подряд Наверное Ты заслуживаешь Проиграть партию Но Лека не увидел Этой идеи Пошел Король c5 После ладья a7 Король b6 Ладья d7 Король c5 Важно Важный нюанс Что нельзя бить Пешку на c6 Из ладья a7 Шах И король c5 Ладья a7 Соперники согласились На ничью Потому что Ни одна из сторон Не может усилить позицию Довольно рваная партия Крамник должен был победить Но Лека неплохо защищался И Перед последней партией Счет был рван